Музыка Здравствуйте, с вами Кохан Алексей, мастер спорта Украины по пауэрлифтингу, кандидат мастера спорта по бодибилдингу, а также участник, призер, финалист и чемпион всеукраинских соревнований по бодибилдингу в категории мужчины 90 килограмм. Сегодня на нашем канале Мэнтер Бадди мы покажем в истину взрывную тренировку на дельты и научим вас сделать из ваших дельты настоящие страшные монстроподобные шары. Оставайтесь с нами. Музыка Любую силовую тренировку я всегда начинаю с маленького веса, разминку, для того, чтобы как следует разогреть суставы и только после этого приступаем к базовым упражнениям. Грубо говоря, мы повторяем все базовые движения, разминочные. Сначала разводочку в сторону делаем, потом на переднюю дельту, так, чтобы размять все три пучка. Можно наклониться также в наклоне, сделать пару махов, сымитировать сжимы гантелями и, что немаловажно, размять трицепс, который тоже очень сильно участвует во всех джимовых движениях. И мышцы манжетины, которые находятся глубоко-глубоко, и про них мало кто помнит. Но зато они вылетают и травмируются чаще, чем все остальные, что приводит к более серьезным травмам плечевого сустава и дельтоидов как таковых. После развинки первым базовым упражнением я предпочитаю ставить жим в машине с мета. Скажем так, это вариация жима с передней дельты, но она менее травмоопасная, нежели классический армейский жим. Потому как положение корпуса четко фиксированное, меньше нагрузка на поясницу, можно сосредоточиться четко на работе дельки. Количество повторений в каждом подходе варьируется от 12 до 8. Соответственно, в разминочных 12 и в рабочих 8-10. Важная ремарка, ребята, не забывайте, это бодибилдинг. Принцип кинуть побольше и закинуть подальше тут не работает. Самое главное, это то, как вы чувствуете и вырабатываете мышцу. Если вы как следует ее растягиваете и верхние точки прожимаете, то вы на правильном пути. Если же вы дергаетесь, у вас там заблюдаются первые позывы к рвоте, легкое ДЦП, то что-то вы явно делаете не так. Вам нужно скинуть вес и работать правильно, чисто и в кайф. Пояс. Атрибут стильного бодибилдера в зале. Очень стильного. Но моего розового пояса сегодня нет. Его, наверное, украл Артем. Ну, ты принеси его обязательно, хорошо? Он у меня под футболкой как раз. Зачем пояс? Во-первых, чтобы казаться шире в плечах. То есть, с этим чудесным приспособлением вы выглядите сталией, вы выглядите суше, красивее и более атлетичным. Но, если без приколов, то это ваше здоровье, это ваша спина и ваша поясница. Ой. Так, подлодка. Да, подлодки страхуем. У нас сегодня нашим чудесным помощником в жиме на плечи выступает Артем Негода. Чемпион Европы по бодибилдингу. Это вам не шутки, между прочим. Опа, лучший пилона. Ну что, работаем. Спасибо, дружи. Первым упражнением был у нас жим на дельте в машине Смита Сейчас мы сделаем, скажем так, более оттачивающе В более широкой, скажем, амплитуде Жим гантели сидя В более взрывной технике и с большим количеством повторений Начнем с небольшого веса Килограмм 20 И раз на 20 Пожмем Не усекая при этом амплитуду И максимально вырабатывая Уже неплохо включенный в первом движении дельт По поводу техники выполнения Ну, в принципе, никаких секретов нету Единственное, что вы должны следить за тем, чтобы Ваша рука всегда находилась в одной траектории движения Локоть опускался чуть ниже параллели с полом И поднимался над головой Опять же стараясь не включать Сверху Можно добавить небольшую паузу Расслабляя и напрягая Дельт Заново Очень часто задается вопрос Правильного, скажем, настроя для анаболизма на тренировках Что принять, в каком количестве, какой препарат И мой вам совет Прежде всего, научитесь правильно кушать Правильно восстанавливаться Спать по ночам и не пропускать тренировки Режим – это самый главный и первый ключ к анаболизму Все после него Только так, никак иначе Если вы набираете массу, вы должны понимать, что количество углеводов в вашем рационе должно превалировать над количеством белка Белок – это хорошо, это строительный материал для мышц Но энергия и топливо в углеводах Также количество жиров Необходимое, минимальное полезных жиров Омега-3, 6, 9 Для того, чтобы ваши суставы и связочки не сдавались раньше, чем мышцы Ну, разогрелись Уже, в принципе, не стыдно и показать наши узкие, хлипкие и слабенькие дельты Не боясь гневных комментариев Мы все равно вас всех найдем Так что не лейте жалкость Лучше тренируйтесь, изгоняйте вашу злость и негатив на рабочие веса Чтобы они были выяснены тяжелыми и монстрическими Не забывайте пить во время тренировки Много Даже если вам не хочется пить Вода нужна вам не только для того, чтобы себя хорошо чувствовать Но для того, чтобы ваша сердечно-сосудистая система выносила Большое количество питательных веществ А также транспортировала нужное количество кислорода в мышцы В голову, обратно В общем, весь этот замкнутый круг должен работать Как налаженный механизм хороших швейцарских веществ Только так Нужен мне Вот так вот всегда Тренировочный партнер где-то отдыхает А ты это время пропускаешь подход Ну, больше отдохнем, больше пожмем Только так Да это титана Так С жимами, в принципе, мы закончили Можно переходить на махер сторону гантелями А ниже разводка А ниже добей моей дельты А ниже, а я тренер больше не могу Помоги мне поднять ручки Что по поводу разводки Ну, я могу сказать так Каждый ее делает Как посчитает нужным И как лучше прочувствует В принципе, сокращение в среднем пучке дельты Единственное что Просто концентрируйтесь на том Чтобы вес был комфортным И вы не вовлекали в движение руки И трапеции Это упражнение на дельты А не на раскачку своего эго Я люблю делать разводку Не спереди А от бедер Просто приподнимая локоть над мизинцем А мизинец над большим пальцем В нижней точке старайтесь не делать пауз Срывать ее моментально Хум Так, после жимов хорошо заходите Молодое поколение Попросило посмотреть за техникой жима Но я советую не вертеть гантели Держать их как будто это штанга Ровненько поднимай Давай Ого И старайся не выпрямлять руки полностью Чуть-чуть оставляй их столбунами Ого Постоянно работает только грудь Давай, давай, давай Давай Пошел, пошел Еще раз очки Давай Молодец Не понимаю ребят, которые имеют руки по 35 см Вот так гантели по 30 кг И Вот Начинают изображать какие-то буги-буги Повторяюсь Повторить правильную технику Это выглядит смешно Ребята Вы должны почувствовать рабочую мышцу А не Привлечь внимание Посетителей зала Вы пришли ради себя Вы не пришли ради понтов Понты для окружающих Для вас важна правильная техничная работа И только так Сейчас мы сделаем заключающий подход на среднюю дельту Конкретно в махах гантелями в сторону И перейдем на задний бучок дельты Как базу я его вставляю в тренировку спины Но в тренировку дельты у меня тоже идет изолирующее обязательное упражнение Я очень люблю четко сконцентрировавшись работать на тренажере типа наутилус Либо же в простонародье на бабочке Как следует прожимая И как следует чувствуя конкретно заднюю дельту Если на среднюю дельту у нас идет преимущественно силовая работа Два упражнения базовых, одно изолирующая То на заднюю дельту в принципе силовой работы как таковой делать не нужно Нужно просто поймать ее и держать Не давая ей расслабиться весь подход Ну в принципе с средней дельтой покончено Можно переходить к уничтожению задней дельты Господа, попрошу вас наутилус В каждом упражнении есть какая-то фишка Если говорить конкретно о заднем пучке дельты То скорее всего это обездвиженность лопаток А конкретно широчайших и ромбовидных мышц спины Старайтесь зафиксировать вложение корпуса и спины в таком моменте Чтобы ваши лопатки были либо разведенные, либо полностью сведенные И работайте в короткой амплитуде, четко напрягая задний пучок дельта Вот в принципе весь секрет Да Секреты Как набрать, как скинуть, какие упражнения лучше для того, чтобы просушиться А какие самые необходимые для набора массы Есть вообще ряд секретных упражнений Самый главный секрет, знаете в чем состоит? В диете, в дрыщи Ровная спина Положение руки параллельно полу Приподнятые локти, разведенные лопатки И четко задние дельты И немножко задержали, отпустили Сократили, отпустили Сократили, отпустили Так, чтобы она реально запекла адским пламенем Ну, задние дельты любят многоповторность Поэтому работаем от 15 до 20 повторений со средним весом Для квоты это будет 20 кг, для квоты 50 кг, для квоты все 100 Главное ощущение Если вы чувствуете ее и вы не увлекаете в это время ромбовидной и трапецией Значит вы на правильном пути Все просто Чувствуйте, делайте Перестайте чувствовать, снижайте вес и увеличивайте количество повторений Вот и есть секрет И почему я говорю, что это конкретно моя сегодняшняя тренировка? Знаете, меня сейчас спрашивают, какая у тебя конкретная тренировочная программа Ребята, я ее сам не знаю Я тренируюсь по навитию Согласно своей интуиции Я знаю, что сегодня я буду делать дельты И примерно знаю, что у меня будет 4 упражнения Что я буду делать, я уже выбираю конкретно на месте Я пришел, посмотрел Мне нравятся гантели сегодня Завтра мне больше понравятся штанги В общем, у нас свои интимно-душевные упражнения Упражнения Больше анаболизма Больше монстроподобности Юмора И хорошего настроения Мантербади Для тех, кто думает Для тех, кто умеет делать Упражнения Упражнения Упражнения